Обская 65 и строителей 7А эти адреса на днях посетила комиссия, в составе которой были заместитель главы администрации города Александр Осипенко, представители управления ЖКХ и транспорта, а также управляющих компаний. У жильцов этих домов возникли вопросы по обслуживанию и по переименованию организаций. Уже традиционно ответы лабытнанцы искали в социальных сетях. Об обратной связи расскажет Татьяна Швец. Вот эта улица и вот этот дом, в котором, как писала автор поста, случилась беда. Вот только по фото не понять, что произошло. К сожалению, пострадавшая от бездействия управляющей компании так и не вышла на связь со специалистами управления ЖКХ. Комиссии пришлось обойти все подъезды и проверить каждый на предмет бедствия. Визуально обнаружить ничего не удалось. А вот одна из проживающих на строителей 7А пожаловалась на то, что ее не предупредили об изменении названия управляющей компании, хотя объявления в подъезде есть. И жильцы переживают о том, как теперь сложится судьба их дома. Жилком сервис один теперь не существует. Обслуживает этот дом общество с ограниченной ответственностью «Модерн». Представитель компании спешит успокоить. Для жильцов ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Переименование произошло еще у нас в августе месяца. Мы получили новые уставные документы. Реквизиты все остались прежними. Сменилась только аббревиатура, само название. Все это связано в связи с тем, что на территории Ямал-Ненецкого округа присутствует много одноименных компаний с одинаковым названием. В том числе и жилком сервис. В том числе и жилком сервис. Жилком сервис один. Соответственно, по распоряжению ДГЖН было произведено просто переименование. Все реквизиты остались прежними. Очередность на косметические ремонты осталась прежняя. Ничего не поменялось абсолютно. Только название. Обратная связь сработала и на этот раз. Искать ответы порой нужно не только в социальных сетях, но и просто обратиться к руководителям и специалистам, готовым разъяснить вопросы, многие из которых решаются в обычном рабочем порядке. Татьяна Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».